Олимп Кубок ФНЛ Я мусульманин. После каждого гола исполняю молитву. Благодарю Бога за это достижение и посвящаю это ему. Я родился в Кот-де-Вуаре, но мои предки из Нигерии. Тамбов – это моя семья, это мой дом. Партнеры, тренер, персонал – я так чувствую. Они поддерживают меня, даже если не все получается. С Уралом Тамбов играл раскрепощенно. Многое получалось и получалось красиво. Бенито, 20-летний по паспорту, по физическим данным, а главное по интеллекту на поле, старше. В группе атаки он словно джокер. Для меня важно, что все стремятся к победе. Победа прежде всего. Амбиции объединяет. Появляется командный дух и уважение ко всем – к футболистам, к тренеру, к арбитру. Победа прежде всего. Победа прежде всего. Молодец, парень. Молодцы, парень. У Тамбова три победы из трех. И первое место в группе С. «Химки» обыграли «Краснодар-2» – 2-0. Муром. Единственная команда из профессиональной футбольной лиги на Кубке ФНЛ. Для них это выглядит как большая удача в период сборов. Оказалось, что Муром заранее просил путевку на случай, если откажутся клубы ФНЛ. «Амад! Вот видишь? Ответы о слов привешиваешь!» «Мы дали бой, мне кажется, всем трем соперникам. Где-то по результату, наверное, не совсем получилось то, что хотели. Но я считаю, игры все были хорошего качества, поэтому мы очень довольны. Мы вообще благодарим руководство ФНЛ, что у нас появилась такая возможность поучаствовать в этом турнире, потому что все-таки играют команды рангом выше, и для нас это очень полезно». Тренер Мурома Владимир Казаков экспрессивен. Весь матч слышно его одобрительное «да», если действие удачное. Словно это добавляет команде темпа, которого так недостает в игре с классным соперником. «Это все-таки, опять же, подготовка. Несмотря, да, это кубок ФНЛ, но идет подготовка. И где-то у нас все-таки ребята еще не всегда находят какие-то правильные решения. Поэтому приходится иногда чуть-чуть в роли комментатора быть. Наверное, это, наверное, может быть так-то и неправильно, с одной стороны. Но иногда им это помогает, чтобы они быстро разворачивали мяч или еще какие-то моменты. Поэтому приходится это делать». Невозможно относиться к этим играм только как к товарищеским. Здесь и зрители, пусть их немного, но все они специалисты. И другие команды смотрят, и прямые трансляции, и интервью. А для команды рангом ниже это вызов. Кто же не хочет прыгнуть выше головы? «Да, все равно отличия есть. Вроде бы все так примерно одинаково, но все время чего-то нам чуть-чуть не хватает. А сопернику как раз этого и хватает. Это и есть уровень. Уровень мастерства и уровень игры. Поэтому есть опытные футболисты, которые прошли, например, Мордовию, я считаю, и Мухаммедшина. То есть все равно они вроде бы уже и ветераны, а на самом деле все делают настолько грамотно, что у них стоит поучиться молодым ребятам. В этом году вообще у нас с точки зрения участников очень интересные три иностранные команды. По традиции Урал у нас участвует. И вот опять команда второго дивизиона, я очень рад, что Муром тоже смог принять участие в этом турнире. Поэтому, ну, безусловно, это событие. Я считаю, что для вот именно этого времени года, для полномерной подготовки, для общения, опять же, потому что в том числе и один из важнейших этапов и моментов вообще, будем так говорить, развития лиги, да, это когда все руководители сюда приезжают, здесь команды, они же с собой общаются, так сказать. То есть я считаю, что это точно важно именно для такой уникальной лиги, как ФНЛ. Самая интересная борьба развернулась в группе Д. Фаворит. Спартак-2, не пропускавший до этого вообще, проиграл авангарду 1-3. Три мяча Курск забил за три минуты. Все зрелищно. Теперь исход борьбы зависел от Ливадии, которая играла с вообще ничего не забивавшим факелом. Воронеж наконец-то проснулся. И красиво. 2-1 обыграл эстонцев. Победный гол Бирюкова вывел авангард в полуфинал. Итоговое положение в группе Д. Далее. День отдыха и решающие матчи Кубка ФНЛ-2019. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова